Всем привет! С вами я, Алиса, и сегодня такое незапланированное видео. Мы сегодня поехали в Италию чисто посмотреть какие-то достопримечательности, покупаться в море там и посетить какие-либо магазины. Что вы думаете, в одном магазине я нашла детский отдел? Давайте посмотрим, что же тут такого продается из кукол. Да и вообще, игрушки какие тут есть. Подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Погнали! Мы зашли в магазин Юпим. Насколько я понимаю, читается так. Посмотрим, что же там есть. Я не знаю, что тут делает спрайт блеск для губ, но он тут лежит. Причем кто-то уже пытался его достать из коробочки. Зря-зря-зря. О, а еще я нашла мой литл пони за 5 евро. Ну, какая-то там прижатая вообще коробки. Еще одна рация за 12 евро. Такое, е-е-е, блондинка. А из кукол еще тут лежал вот такой вот Человек-паук за 20 евро. Ну, а еще я нашла игрушки плюшевые. О-о-о, обожаю их. Какие у них большие глазки и такие вранительные. Осьминожек. Какой же он миленький. Я не вижу цены, но давайте не будем сами узнавать. Зачем? Рыбка. Так, э-э-э, понятненько. Меня вот какой-то интересовал вот этот, потому что у меня точно такой же. Почти, только без этой шляпы лежит дома. И его дарили просто в кафе. И прям такой же хвост, расцветка, все то же самое. Уру-ру, розовый дельфинчик. Настольные игры. Теретен. Я вижу цум-цум. Это, я так понимаю, очень необычно, что тут все написано на итальянском. Я уже привыкла к русскому и к французскому, а тут вообще как будто бы я попал на другую планету. Дайрио, то есть, дайри по-английски дневник. И просто главное, он плюшевый. То есть, вот как игрушка. А-а-а, класс. Такой наборчик стоит 10 евро. И тут есть еще вот такая вот ручка. Классно, классно. И еще есть хружка розовая. Питачок. Ну, а так как скоро школа, тут еще и продаются товары для back to school. Хотя итальянцы идут в школу где-то 15 сентября, а заканчивают в июле. Рюкзачки с губкой Бобом. По 15 евро. И они достаточно много вмещают в себя. О, ну а это вообще супер. Давайте посмотрим с вами, что за набор можно купить за... За сколько? За 10 евро. Тут столько фломастеров, всех цветов и раскраска. Back to school. Сколько тут вещей. Обалденно. О, ручки какие красивые. Скрепочки. Краски. А, нет, тут точилка. Вообще, по сути, мы зашли в магазин одежды. О, какое красивое платье. О, и тут оказался еще эклер. Такие вот штучки. Кажется, я потерялась. Это жесть. Я вообще не верю никакого товара Monster High и After High. Все... Принцессы. Виолетта. Да. Потому что Италия, я, насколько знаю, от друзей просто помешаны на ней. О, вот такой вот стаканчик. Это настоящая мечта. Кстати, привезла сюда мой боттл и ни разу не воспользовалась. Кайф. Ну и вот я нашла Monster High. Спустя полгода. И это всего лишь заколочки, которые вот продаются аксессуары. Написано Ghoulish Accessories. Тут есть лагуны с Гули-лагунной Дракулаурой и другими персонажами Школы Монстров. И такой набор можно приобрести за 4,30. Ну, будем считать за 4,5 евро. А вот я еще нашла с Дракулаурой. Красотка. Так блестит красиво. А рядышком София. Так, Золушка, Винкс. Да, вот тоже и Винкс есть. Тут и Блум, и Флора. Моя любимая Флорочка. Люблю ее очень сильно. А, и расческа. Вот, расческа за 6 евро. Неплохо. Еще есть такие вот резинки. За 5,5 евро. Тоже Монстр Хай. И вот такие вот. Вот это просто рай. Тут столько вкусов. Баблгам. Класс. Красивое оформление. Отличные подарочки были бы. Липсмейкер. И обалдеть. Но вот это мне особо нравится. В форме стаканчика. За 6, за 7 евро. Или вот. В форме попкорна коробка. Прикольно, конечно. Но все тут на овалку лежит. Кстати, внизу лежат баллончики. Я как-то покупала и... Что-то как-то у меня не доходило до них. Чтобы попользоваться, посмотреть, как это выглядит. Итак, мы все-таки нашли отдел игрушек в этом магазинчике. Вообще, магазинов в Италии достаточно мало. Но тут в продуктовом что-то такое. И еще тут внизу одежда. Есть разные игрушки. Сейчас я вам их покажу. Тут все лежит просто в разброс. Непонятно, какие цены на товар. А, нет. Эти приклеены в ценники. Тут достаточно так игрушек. Стеллаж с куклами. Монстр Хай тут нет. И, впрочем, как и Эвер Афтер Хай. Первая куколка это Ферри. Тинкер Бэль. Стоит она 15 евро. Также есть вот такие вот совушки. Май Литл Пони. Такой набор стоит 15 евро. Есть фигурка Вандер Вумен. Чудо-женщины за 7 евро. Маленькая фигурка Барби за 5. Вижу еще Май Литл Пони за 8 евро. Также тут уже для мальчишек есть тачки. Даже Мстители. Халк такой за 30 евро. О, смотрите, какой гамбургер. Клевый. Сколько такой? 15 евро. Ну, а также тут вижу Май Литл Пони. Тут их очень много. Очень-очень-очень. Вот такой вот набор стоит 25 евро. Это 13. И тоже 13. Далее фигурки. Стар Ворс и Спайдер Мэн. А вот есть также и Тролли за 8 евро. За 8 евро вот такие вот фигурки Дисней Принцесс от Хасбро. Далее Тролли. Также за 8. Та же Барби. Принцессы, Золушка и так далее. И даже есть Мерида за 13 евро. Чуть выше, наконец-то, полка с куклами. Итак, вот есть Розетта. А рядом там Динь-Динь. Стоит 15 евро. А правее расположились куклы Хасбро. Они по 15 евро. И тут есть Белоснежка и Аврора. А также вот от Джакс Пасифик Феррис тоже. Можно даже сравнить эти выпуски. Конечно, они тоже не шарнирные. И у нее и молдированный топ. Также Фроузен за 20 евро. Анна. И есть вот такая вот Барби. Ее цена 20 евро. Ну, а еще я вижу супер бюджетных Барбиек. О, у нее что-то с лицом вообще не то. Она стоит, скорее всего, 10 евро. Там еще три таких лежит. Это уже подделки под Барби, потому что, как видно, они вообще отлетают в коробке. И это Кейт, которая стоит 5 евро. Да уж, печать глаз у нее просто хромает. И это ужасно. Стремненькая какая-то она. Также есть вот такая вот медсестра. Сколько у нее вещей-то в наборе. Стоит 10 евро. Вот еще. У нее вообще кривые глаза. Это ужасно. Стоит 5 евро. Вдалеке они же... Так, динь-динь. И все. А правее Мстители. Капитан Америка и Халк. Капитан Америка 20, Халк 30 евро. Я обратила внимание на покемонов. За 10 евро можно купить две такие вот милые фигурки. Мне особенно нравится вот этот левый. А также есть вот уже стандартный наборчик. Пикачу. Все же знают его. Даже вот таких вот, ну, шариках есть. Также я нашла такие вот наборы. Первый это от Дисней Принцесс. Там две рации. Я всегда мечтала о таком наборчике. А правее это косметика. То есть можно играть в салон красоты. Бьюти София. А наверху я увидела кукол. Которые очень большие. С Витти Бёрлз. И это пародия на пупсов Дисней Принцесс. Что ж, ну очень неплохо. Мне вот нравится эта брюнетка. И я бы даже хотела иметь ее у себя в коллекции. Такие куклы стоят по 20 евро. А что меня более всего удивило, так это набор Маша и Медведь. Потому что это российский мультфильм. И оказывается в Далии он тоже появился. А также есть такая рация. Звездные войны для мальчиков. Как прикольно. На самом деле такой центр. Ну он маленький. Вроде как магазинов тут особо нет. Да и народ. Ну в общем как будто бы куда-то в глушь заехали. Сейчас зайдем с вами в зале Хоу. Я тут сбоку нашла разные Лего. Лего Фрэндс для девчонок. Лего Джуниорс. Марвел и так далее. А вот и игрушки. Вот здесь меховые Ти-Ай. Обалденский лисеночек. Тоже хочется такого. Мечтать не вредная лисочка моя дорогая. О, совушки, обезьянки. Сколько тут питомцев. По 4 евро вот такие вот маленькие. А большие по 15. Прикиньте 15. Черт. До свидания. А вот копилки. В форме черепов. Хо-хо-хо. Так. Ну и как бы с чего начать я не знаю. Давайте пропустим с вами эти короны. И вот. Да-да-да. Вот это мне интересно. Fashion Collection. Это Fashion Packet 3. Для девчонок разных типов волос. Цветов. И тут есть одна пара туфелек. И сумка. Ну, конечно, качество вообще самое ужаснейшее. И стоит 6 евро. А вот Леди Баг не подделка. Какое фламинго классное. Подделка под поняшек. Как-то Амики Никорни Энд Пони. За 6 евро. И наверху они ниже, но за 11. А внизу меня удивил вот этот вот набор татушки. Из кукол тут есть вот такой вот пупсик за 6 евро. Все это, конечно, подделки, к вашему сожалению. Так-то-да-да. Ничего, один пупсик за 10. Вот у нее сколько их. Это самый стремный ужас. Самый просто. Да, я подумала поначалу, что это настоящие куклы Барби. Но не тут-то было. Такая подделка. И в принципе, очень даже неплохо. Под Барби. Но когда я поняла, что она вот так вот качается по коробке, сразу стало ясно, что это галимая подделка. Реджина рок-н-ролл за 6 евро. А также Барби за кос под кукол 90-х годов. Она вот в таком купальнике. У него в наборе еще косички дополнительные. И это стоит 13 евро. И также кукла-невеста за 9 евро. У него такое пышное платье. И красивое фото. О, какие значочки Эмоджи. Все это копилки. Ну, на что особо я обратила внимание. Так, это вот такой вот набор. Там и Пегас, и кукла. Ух ты, надо же. Такой набор стоит 21 евро. Это очень дорого. А еще в наборе волшебная палочка. О, кукла такая нерешливая там. У нее прям проблемки с волосами конкретные. Впрочем, как и у нее. Вот, данный сет теперь можно и поближе рассмотреть. Конечно, волосы у нее, мне кажется, больше напоминают новых кукол. Твайла и Тор или Гарден Гулс. Ну, нет, это, конечно, хуже в Ростов. О, как крылья шатаются там по коробке. Это единорожка или Пегас. Пегас. А главное, что рок у него просто как ремешок. Да, странно. И тут еще есть игры. Но кукол нет, так что нам тут нечего ловить. А, пицца! Ну, а так тут вообще вещи для дома. Ну, конечно, кукла тут просто отстой. Колимая подделка китайская. Качество плохое. Все отлетает. Ну, я против, потому что этот пластик, он может быть еще и вреден для здоровья. Мы зашли на последний, четвертый этаж торгового центра. И тут все просто закрыто. Каге, в полнейший. Ну, товар тут весь китайский. Я бы сказала, даже хуже, чем Алиэкспресс, наверное. Зайдем еще в Кооп. Ко-оп или Кооп. У итальянцев такие огромные арбузы. Боже мой. Жесть. Размером с две моей головы. В принципе, мы ходим сейчас по центру. Я не знаю, как они тут выживают. Вообще, жесть. Магазин тут, конечно, очень простенький. Так как все-таки мы находимся на границе с Италией и Францией, конечно же, тут никто не будет продавать настоящих кукол. Вроде как у Мост Хай бренда, а Фишал. Одни подделки, так что вот так. Пишите в комментарии, разочарованы ли вы этим ассортиментом или же нет. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ну, а также ставьте лайк под этим видео. Всех вас очень-очень люблю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok